может быть мы про бэтмена поговорим то что мы тогда пытались обсуждать помнишь а есть у тебя какая-то позиция про это но мы же тогда так в какую-то такую дискуссию вступили это не было спором но я для себя тогда пытался что-то понять и мне стало интересно что есть у тебя про это и нет хорошо ну давай к истоком вернемся да мне как потребителю тема комиксов не знакома то есть в моем детстве в моей юности потом зрелости там во взрослости я в принципе комиксов в руках не держал то есть я о комиксах только слышал либо в буквальном смысле там трогал один-два раза когда как-то случайно там они мне в руки попадали и то это может быть была даже такая пародия или попытка кого-то создать комикс то есть я примерно понимаю как он устроил но видел его только на экране телевизора вот соответственно с комиксовой культурой я тоже не знаком первые супергерои которых я увидел именно как вот супергероев это был в 90-е годы фильм супермен с этим чуваком который потом в инвалидном кресле оказался вот такой завитушечкой тут на лбу тогда на меня это произвело впечатление причем это было такое странное стечение обстоятельств моя бабушка тогда подрабатывала в детском саду сторожем ночным и чтобы ну ей же там надо было находиться а чтобы этом было не страшно и не грустно она брала с собой дедушку а поскольку там еще была договоренность с поварами что бабушка им включала плиты на кухне и чистила картошку чтобы они могли там на часик попозже прийти они и оставляли какой-то еды а поскольку это были голодные 90-е то в принципе в дни когда у бабушки была служба мы туда шли втроем бабушка с дедушкой и брали меня там можно было что-то поесть и был еще большой телевизор в актовом зале цветной потому что у нас был черно-белый и в какой-то из вечеров после программы время показывали супермен и вот странность вот этого в том заключается что из-за того что нечего было смотреть тогда там две программы были первая и вторая и дедушка с бабушкой смотрели супермен я его тоже смотрел и мне было странно где дедушка и бабушка и где супермен да то есть я не знаю как они воспринимали этот этот фильм но на меня он произвел большое впечатление тогда я наверное не рассуждал о нем никак я точно помню что я рассуждал внутренне там про хищника про шварценеггера про столоны про рэмбо фантазировал очень много очень много да а вот про супермена ничего не рассуждал но он меня маленько так потряс потому что он же там какие-то чудеса являл и был героем то есть который вдруг себя срывал там одежды летел с плащом он там что-то вращал землю я помню в этом фильме чтобы время назад обернуть и так далее а потом я в общем-то к супергеройской тематике то вот не имел доступа то есть потом был какой-то период когда вообще не было телевизора потом был период когда было не до телевизора потом был период когда я вроде как уже из этого всего вырос и в общем-то вновь какие-то комиксовые темы ко мне когда вернулись то это оказались как раз а на уровне еще детства были бэтмен был в виде компьютерных игр но представляешь эту восьми битную приставку дэнди в которой такое себе бэтмен как черный плащ черный плащ еще даже может интереснее был то есть бэтмен был какой-то угрюмый странный персонаж супергеройство которого было мне непонятно потому что даже в компьютерных играх он дрался с обычными алкоголиками которые почему-то работали на каких-то псевдозлодеев в чем эти злодеи были злодеи мне было непонятно уже тогда но вот в компьютерных играх он дрался с гопниками и тем самым был для меня странным персонажем пап вспомнил я еще в 90-х я был еще на фильме капитан америка который тоже произвел впечатление и там то вроде как и злодеи были посерьезнее там вот этот был что там вторая мировая фашисты там с захватом мира с какими-то там супер сверхоружием и вот этого капитана америку тоже там ну разумеется актер то был не тот который теперь капитан америка то есть такое понимаешь неполноценное погружение в супергероику сформировала непонятное отношение к этому всему но бэтмен меня смущал самого начала вот я к чему пытаюсь вести то есть везде где я его видела помнишь то эти фильмы 90-х конца 90-х и начала там нулевых про бэтмена где один смешнее другого соответственно бэтмен закоренился у меня в очень негативном свете и в тот момент когда вышел признаюсь качественно сделанный кайфовый темный рыцарь этому времени у меня уже бэтмен настолько негативно укоренился как сомнительно супергерой что я не воспринял и эти фильмы тоже вот как фанат то есть мне в целом какие-то моменты нравились но я не проникся и тут мы переходим как раз к тому что я бы тебе задал вопрос твое отношение к темному рыцарю и можешь вернуться там какой-то в назад в твое формирование супергероики понимание формирования от ней формирование понимание что ты чуть не уснул да ну вот я же как-то рассказал предысторию того как это у меня было их чему привело и я хотел бы от тебя услышать как это было у тебя и к чему привело то есть это же можно начать с детства с биовульфа ну мне поэтому тоже ну как бы не нравился как супергерой он типа беспонтовый супергерой сам его отдельно брать отдельно на луновских фильмов которые я считаю лучшим супергеройскими фильмами лучшей трилогии ну и в новых фильмах вот эти лиги справедливости поэтому против супермена это тоже блеск но вот фильмы Нолана я вот их смотрел но как бы так очень ну вот там типа идет по телеку да я там середины 20 минут посмотрел выключил ну то есть в основном это была третья часть не знаю почему я видимо еще хотели крутить она самая такая драйвовая вот и мне было не очень понятно вообще что это за персонаж ну то есть почему он Бэтмен прости а его в тех фильмах называли Бэтменом потому что ведь сам фильм назывался темного рыцаря он Бэтменом был вот и я такой сидел и такой 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 надо посмотреть трилогию темного рыцаря потому что ну вроде это чисто из-за второго фильма из-за вот этого всеобщего восхваления роли хита леджера в этом фильме и это и 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 или и 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 �� и , то есть я que politics такие персонажи необычные, но он же не типичный злодея, он такой псих, но как бы не как Джокер, а такой еще более безумный, но просто такой пониже ранга, то есть у него вообще как бы на философии никакой там нет. Я посмотрел первый фильм и мне понравилось, было интересно, не возникало вот мыслей про то, что Бэтмен, ну какой-то такой типа не супергерой и персонажи там, ну типа суперзлодеи у него там не супер, ну вот таких вот мыслей не возникало, просто как бы был кайфовый фильм, но пока он как бы, первый фильм вот меня не особо зацепил, но потом был второй фильм, и вот он, ну поистине заслуженно считается легендарным, потому что это получается не возрождение, в темном рыцаре? Слушай, я вообще не отличу, какие там они у них были. Неважно. А, он темный рыцарь называется кстати, потому что первый фильм «Бэтмен. Начало» называется. Вот, он просто вторая часть «Темный рыцарь». И вот в нем уже это было вообще, это было супер, потому что этот фильм, вот в нем, он во-первых супер непредсказуемый, то есть нету, как вот от того же Марвела, да, можно прочитать, что будет дальше происходить, и вообще концовку, и как будут события развиваться. И вот он ничем понравился, то что там вот идет вот это, ну, нету ощущения, когда, знаешь, вот не докручивают злодея, и он получается вот злодея неинтересный, и герой, ну, как бы все следят за героем, но он сам по себе тоже не особо интересен, он интересен просто потому, что он герой, он кого-то побеждает. А тут, ну, Хит Леджер, безусловно, отлично отыграл. Хочется похвалить еще нашего актера озвучка, по-моему, Зайцев или Кузнецов. Зайцев, я думаю. Зайцев, наверное, да. Железный человек. Да, очень круто озвучил. И вот Джокер в этом фильме, там же вообще несколько злодеев. Там и Пугало, и Джокер, и в конце Двулики, там вот идет вещь на это противостояние, и поэтому вот Бэтмен проигрывает это противостояние. То есть Джокер побеждает, но он как бы не побеждает в своем изначальном замысле. То есть замысел Джокера, это спойлер. Внимание, с этого момента спойлер, ты тайм-кодики поставишь. Я на это надеюсь. Тель Джокера была в том, чтобы сломать, как бы, показать, что встать на путь зла может даже самый, типа, лучший человек. Самый лучший в Готэме был Харви Дэнс, потому что он, типа, ну, за все хорошее, против всего плохого, и, там, он не берет взяток, он вне коррупции. Но по итогу, как бы, Харви Дэнс сломался, на самом деле, и поэтому он стал двуликим, плохим владеем. Но Бэтмен, как бы, сказал, нет, так не будет. Там же заместо было в том, что, короче, Харви Дэнс начал убивать всех, то, причастен был к смерти, или я-то не помню, там же сама же зла. Ну, короче, женщина была. Когда там Джокер, типа, поместил их в две разных точки, с этим, ну, с бочками, с горючим, вот. И, типа, сказал то, что Харви в этом месте, а она в другом. Но на самом деле оказалось наоборот. И Бэтмен-то приехал спасать ее, но спас Харви Дэнс. Вот. Хотя ехал спас эту женщину. А полицейские ехали за Харви Дэнсом. Он спас Харви Дэнсом, тот обжег лицо, ну, там, надо смотреть, так тяжело объяснить, как это случилось. Вот. И он, короче, начал всех убивать. Ну, не просто он. Кидал монетку, типа. И, если выпадало, Орел, по-моему, то он убивал. Если Решка не убивал. И по итогу он добрался до офицера Гордона. Это один из ключевых персонажей трилогии. Комиссар полиции. Вот. И угрожал ему, его детям. Но пришел Бэтмен, короче, и убил Харви Дэнта. Но Бэтмен взял, типа, не рассказал, как бы, кем был Харви Дэнт на самом деле. То, что он сошел с ума по итогу. Вот. И, короче, взял всю вину на себя и стал, как бы, таким козлом Отпущение, да, для Готома. И все стали хотеть его смерти. И вот второй фильм, вот он хорош тем, что в нем вот это вот идет Такая, ну, философия вот на протяжении всего фильма. И это все сопровождается, во-первых, отличными Визуальными эффектами, отличной постановкой, операторской работой, потому что очень интересный кадр. Актерской игрой великолепно. И сюжетом. То есть непредсказуемостью действий персонажа. То есть то, что ты думаешь, что вот, вот только вот все хорошо пошло, а тут бац, и все вообще не хорошо. И вот этим хорош второй фильм. А третий фильм, он уже не так хорош, как второй, но он все еще Он все еще достоин, потому что там уже идет, как бы, вот эта вот внутренняя борьба Бэтмена И внутренняя борьба города, когда это, как бы, параллельно идет То есть Бэтмена хочет спасти свой город, но не может Потому что Бэйн, как бы, его сломал. Ну, как бы, физически, он ему сломал спину и закинул ее в яму Это какая-то тюрьма, я вот не очень понял, она где-то находится Вера, поймешь. Где-то в Европе, наверное Хотя, не, не в Европе, наверное, на Ближнем Востоке Вот, и там вот идет борьба города, то есть как город справится с самим собой И как Бэтмен справится с самим собой И вот за этим интересно наблюдать И вот я к чему это все говорил К тому, что Бэтмен сам по себе персонаж не очень интересный, как, в принципе, и все супергерои Ну, то есть, потому что супергерои и супергерои Но Бэтмен, в отличие от всех, как и Железный Человек, он интересен тем, что у него нету вот сверхспособностей То есть он не обладает чем-то непобедимым То есть он, поэтому вот его хочется с собой ассоциировать и ты ему веришь То есть вот в этом, потому что Это не как смотреть за Супермена, потому что за Суперменом смотреть не интересно За Халком смотреть, ну, не очень интересно, да, потому что Он как бы неубиваемый, что ему сделать А вот за такими персонажами, за ними очень интересно наблюдать, потому что, ну, как У них есть слабость, и они похожи на тебя У них есть слабость, и они похожи Ты можешь их с собой ассоциировать, и поэтому это интересно смотреть И вот Тёмный Рыцарь, как и Новый Бэтмен, они хороши своей серьезностью Потому что, ну, старые фильмы, ну, совсем старые я как бы брать не буду Потому что там вообще все супергеройские фильмы, это камелия, да Ну, вот, фильмы там 90-х, и вот чуть пораньше, они тоже, как бы, такие камелийные, больше в уклон такой А эти вот, они, как бы, фильмы серьезные И поэтому, Бэтмен для меня является лучшим супергероем, ну, любимым Потому что фильмы про него интересные То есть я не говорю про комиксы, потому что я их не считаю Но вот фильмы про него, это лучшие фильмы вообще Ну, вот последние четыре, получается Не берем в расчет Лигу справедливости, и Бэтмен про Супермен, а вот именно сольный фильм про Бэтмен Вот Человек все сказал, он, наверное, что хотел А скажи, пожалуйста, двуликий в фильме Ну, может быть, ты знаешь Он на английском, как-то так называется, или на латыни Потому что я не очень это помню Ну, то есть это название какое-нибудь было То есть как его по В фильме, как в оригинальном это звучит? В оригинальном я не знаю Но у нас переводят в Лики Ну, на их комиксах, но в наших Переводят в Лики называется Загуглить ты не можешь? Я просто сейчас Когда ты это сказал Я не уверен, что я тогда это помнил То есть, может быть, это такое совпадение У меня в одном из сценариев тоже есть Злодей, который так называется Но он так называется Есть на английском два лица Как? Two-Face? Two-Face, да Я понял А у меня называется он на латыни То есть, есть какое-то такое название, что означает двуликий И вот я это сейчас параллель увидел Услышал точнее, да И это показалось мне забавным Потому что тема моего сценария тоже комикс Ну, супергероика Но тоже с попыткой уйти в серьезное кино Сохранив развлекательную часть Но очень сильно погрузиться в философию Вот Помнишь, мы об этом говорили? Вот я бы хотел эту тему тоже поднять в контексте Бэтмена Что Я высказался тогда про... Я даже не помню, это было письменно или устно По-моему, я это писал письменно в посте А потом тебе устно пересказывал Про то, что Вот эти его злодеи-недозлодеи А он герой-недогерой И пришли мы к пониманию того, что Очень важно оказывается в супергеройской тематике Наличие и сама тема костюма То есть, это очень важный элемент И вот даже про важность костюма в философском кино Что это не только Не только Внешний атрибут крутизны Ну, пипца тут можно вспомнить Там еще чего-то А это Как спецодежда Это как форма То есть, человек Переодеваясь Он Меняет внутренний настрой И вот Что ты думаешь Про наличие супергеройских костюмов В супергеройских Фильмах И комиксах То есть, что такое костюм Для супергероя Для каких-то супергероев Во-первых, это для того, чтобы скрыть личность Да, потому что Ну, тот же Человек-паук И Поначалу Железный Человек И Потом еще Бэтмен, конечно Да То есть, для кого-то это, чтобы скрыть свою личность Чтобы сохранить анонимность Да, потому что Ну, чтобы не подвергать опасности себя в повседневной жизни Ну, и в принципе, чтобы как бы Сохранять преимущество Для кого-то это все-таки просто для крутизны То есть, для того же Капитана Америки Ну, то есть Он может и в обычной одежде Я думаю, вполне бегать там это ничего не выполняет Для супермена, в принципе Это тоже он вообще голый может Все равно абсолютно Ну, какие-то еще, да Можно привести примеры Ну, вот, например, у Бэтмена У Железного Человека У Отчасти у Человека-паука Это все-таки Больше функциональные какие-то вещи Да? Потому что У Бэтмена, например Ну, как было в Нолановской трилогии Почему у него уши были? Потому что у него там Были наушники в них В этих вот Самих ушках, да? На этой маске То есть Почему там Вот эти бронепластины, да? То есть Почему Тут вот оно Вот в такой форме Да? Все это там Показывалось, что там внутри Ну, у Железного Человека понятно Это, в принципе, вот Его Способность, скажем так Да? Это его костюм Кто-то без своего костюма Миллиардер Плейбой Филантроп Как он тут говорил Да У Человека-паука Это веб-шутер на костюме Да? И И У этого В поздних версиях Этот железный его костюм Человека-паука В котором он В Войне Бесконечности был У которого там эти-то Вылезали такие Лапки Это уже от Тони Старка, да? Да Это от Тони Старка Уже Придумка То есть Костюм Он как бы Решает комплексные задачи Получается Да То есть он как бы Ну, скорее нужен Чем нет Но просто Он Это все Можно было сделать В более Приземленной Такой форме, да? Но тогда уже Вот теряется Вот это Ну, то о чем мы говорили Как бы В чем-то элемент Крутости Запугивания И Отличия Как бы Супергероя От простого Какого-то парня То есть Если бы Тот же Бэтмен Просто носил Черную балаклаву И Костюм спецназа Какой-то Там же у него такое и было Он в начале-то В темном рыцаре Он же На первые свои выходы Шел просто там В балаклаве И В темном Таком Черном Костюме Но Потом он понял Что Ну Типа Ему нужен Функционал То есть Там Парашют Ему Понадобился Сначала Крюк Кошка И Он понял Что Ему нужен Костюм Безусловно Функционал Нужен Если бы просто Как бы Обычная Одежда То она может Не удовлетворять Какие-то функции И вот Сейчас Об этом упомянули Но Не Не дали Аргументов В пользу Значимости Этого фактора Как Символизм То есть символика У Супермена И Капитана Америка Это Наверное Главная Задача их костюмов Да Символизировать что-то Но Для того же Бэтмена Он тоже К этому пришел Правильно? Ну В этом была его Изначальная задача Не костюма создания А создание Самого Бэтмена Чтобы Бэтмен Стал символом Для Готэма Он об этом и говорил В начале То что Альфреду по-моему То что я хочу Типа Почему Бэтмен Почему Типа Ну Не просто Да Почему им Символ Бэтмен Станул 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 Угу А Ты же посмотрел Последнего Бэтмена Да Я посмотрел И кайфанул Угу Я тоже про это писал Возможно Возможно С тобой мы разговаривали Но я хочу Сейчас тоже это Проговорить То что Этот Бэтмен В относительном Сравнении С предыдущими Фильмами И предыдущими Впечатлениями От этих фильмов В общем то Довольно неплохо Мне зашел Именно потому что Здесь Я увидел во всяком случае Удачную Удачную Попытку Показать обычных Людей в этих супергероях Вот что Женщина-кошка Я не помню Сейчас уже Называлась ли она Как женщина-кошка Или даже вообще Этого не произносилось То есть Значит Это Ну точно Ее не называли Женщиной-кошкой Ну все догадались Что она женщина-кошка Я имею в виду Зрители И Она с этим Играла очень осторожно То есть она просто Находила такой себе Прикид Который в общем Ну и модель поведения Который в общем то Символизировал То есть это все было так На грани И очень аккуратно И У Бэтмена мне понравилось Что У него не такие Супер Супергеройские Автомобили Мотоцикл То есть Он так Прошел так по грани Был очень Человечным И Реалистичным Вот И вот Этим Этот фильм Мне конечно понравился И как будто бы Даже По итогу К этому все и пришло Когда вот он Спасал просто людей Там на этой дамбе Весь вымазался Такой был Каким-то обычным Таким человеком Вспоминается Хэнкок помнишь Который был против костюма Это Гомик Да Гомик Норвежский Гомик Да Да ладно он ребята пялится Он обычный человек Ну мне вот новый Бэтмен Понравился Тем что Еще больше мрачности Еще больше Детектива И триллера Добавилась То есть Ну Я вот люблю Такие необычные фильмы Ну то есть Которые Они В Твоих каких-то Визуальных решениях Очень интересные Да то есть Фильмы Тима Бертона Они вот этим Интересны в принципе Его все работы Да потому что они Ну необычные Он Маяк Я так помню тебе понравился А? Маяк я помню тебе понравился Он так назывался Маяк Да Ну Тот который То есть Баттинсон Да Ну это Вот это супер странный Фильм Вот это прям Вот он странный Но он интересен Он вот Ну тянет своей Необычностью Вот ты хочешь его посмотреть То есть Я еще трейлер Только видел И я уже хотел Посмотреть этот фильм Просто Просто потому что Это Выглядит Ну Необычно Это выглядит Движон Ну это как Это как Это как с музыкой То есть Ты не хочешь слушать музыку Которая повторяет то Что уже было Ты хочешь Ну Нового чего Ты не будешь слушать Там Каких-то Одинаковых Да Артистов Которые там Из года в год Одно и то же Ну и это не только Чтобы их Как бы да Тут вот не надо путать То что ты Есть вот Люди которые работают В своем стиле Но делают Свежее что-то А вот те которые Работают Вот Ну как российские комедии Вот российские комедии Это не их стиль Они просто Ну работают Так понимаешь Они работают Вот в одно То есть она Это вот очень хорошо Если Кто-то смотрел Российские сериалы По телевидению Которые там По домашнему Идут По НТВ Вот они Все одинаковые И ты вот смотришь его Ты один можешь посмотреть И ты понимаешь Как будет все Идти Ну в других сериалах Ты Читаешь все Ходы наперед А вот такие Работы Которые Ммм Как это Фильм Это такие Называются Что-то Ты мне слово Скажи Ну вот это Оп Как-то что-то Вот у меня грузится На языке Ну вот когда фильмы Необычные Когда Вот Что-то странное делают Арт-хаус То есть В России Ты помнишь Да Арт-хаусом называют Арт-хаусом называют В большей степени С негативным оттенком Да То есть Типа О это какое-то говнище Непонятное Скучное Нудное Это арт-хаус Я так не считаю А вот Пока мы не ушли Я все Подержу В голове Что бы ты сказал Про Злодеев В последнем Бэтмане Кто там злодей Если бы Его встретили Кто Злодеев Кто зло Что зло Я вот не очень понимаю Что ты от меня хочешь услышать Я хочу услышать, кто с чем, чему противостоит, с кем борется. Есть ли, в принципе, это зло в этом фильме, в последнем «Бэтмене». То есть, кто противник «Бэтмена», кто злодей, что, если это какой-то, как это любит Алексей Арестович говорить, как бессознательно это как-то он там любит говорить. Массово бессознательно или что-то такое. Я сейчас это, ты меня с мыслей не сбивай, а то я поймал, вот я сейчас надо это сказать. Тут вот это очень хороший вопрос, потому что вот в новом «Бэтмене» там же, ну, как бы главный злодей, он загадочник. Ну, то есть, у него прозвище такое. И там он играет такую роль, он как бы сам против зла, понимаешь? Просто у него методы такие, ну, как бы, странные. То есть, он обличает что-то? Да, то есть, он, он, как бы, он и думает, он и хотел, типа, с «Бэтменом» вместе быть, ну, то есть, работать, понимаешь? Потому что, потому что они похожи очень. И он, и «Бэтмен» это понимают в один момент, то, что они похожи. Но «Бэтмен», как бы, для себя делает вывод, и ему об этом говорит, о том, что это не так. Потому что он псих, ну, вот этот загадочник, а «Бэтмен» нет. То есть, и вот в этом вот разница. И вот мне кажется, то, что посыл-то в том, что могут быть одинаковые цели, но то, какими ты методами действуешь, это очень важно в конечном итоге получается. То есть, какими, какими жертвами, на что ты идешь, и там же вот очень важный момент еще в фильме такой, то, что «Бэтмен» узнает правду про своего отца, про то, что на самом-то деле, ну, он, как бы, не такой хороший, как об этом думают люди, как вот ему кажется. И, ну, загадочник, он это обличает, но делает это, как бы, очень, ну, жестко. Да, то есть, своими вот этими методами. И вот «Бэтмен» для себя делает выводы, как и мы, что нужно выбирать как-то правильные методы, понимаешь? Я вообще, что, какую мысль я разливал? Мы про зло разговаривали. Про зло, вот. И, как бы, можно сказать, да, что пингвин там злодей в этом фильме, что загадочник злодей, да? Но, как бы, выделить вот, вот это вот очень важная вообще вещь в фильмах, когда злодей, как бы, неоднозначен. И тут такое есть, то есть, тут нет абсолютного зла, против которого борются. Есть злодей, который, как бы, частью этого зла общего является, да? Но он не абсолютное зло, это не как в «Пятом элементе», да? Где есть абсолютное зло и абсолютное заброн. Тут оно, как бы, все вот так вот на грани работает. И даже загадочнику начинаешь сопереживать вот в этом, да, в том, что... Он ведь так и не понял, что Брюс Уэйн – это и есть Бэтмен. То есть, он за Бэтмена, но против Брюса Уэйна, понимаешь? А Бэтмен-то, знаете, что он Брюс Уэйн? И вот, очень тяжело вот мысль-то донести, которую я хочу сказать. Ну, я интуитивно... В общем, нету в этом фильме, как бы, зла, понимаешь? То есть, ну, вот, нету хорошей и плохой стороны. Они оба, как бы, в чем-то правы, а в чем-то неправы. И получается, что плохое и зло, ну, плохое и злое отличает каждое действие. То, на какие весы ты накидываешь. Брюс Уэйн из Дэдпула, помнишь, когда Колосс объясняет Дэдпулу, что... Был такой момент, когда должен, там, помнишь? То есть... Ну, нет, по-моему, чуть позже, когда вот он уже застрелил этого придурка-то. Когда вот он ему прогнал про то, что ты должен сделать выбор в какой-то момент, и супергерой заключается в том, чтобы вот... То есть... Вот я об этом. То есть, получается... Сейчас, пока не подытоживаем мысль, да, накидываем вот... Что будет, если все хорошие люди застрелят всех плохих? Останутся только хорошие? Нет, останутся только убийцы. То есть, получается... Такая мысль, да, вот в этом Бэтмене как будто бы присутствует. Во всяком случае, из того, что ты озвучил, такой вывод следует. Вот, что важно не то, за что ты топишь, в принципе, в своей голове, а важно то, какими методами ты действуешь, что ты делаешь, как ты делаешь. И это определяет твою сущность в целом. И это получается... Я вот сейчас, ну, не могу сказать, насколько глубоко я это вижу в этом Бэтмене, но мысль-то это очень важная как раз. Ну, она довольно повседневная, и я-то с этой мыслью сталкиваюсь очень часто. Где вот эта грань злодеяния и незлодеяния? То есть... Помнишь, такая есть философская мысль такая, что если хороший человек совершает что-то плохое, он становится злодеем? Или если злодей совершает что-то хорошее, он становится хорошим? Если пропутинский какой-нибудь пропагандист или прям вот активный участник его системы вдруг сейчас по каким-то причинам начинает топить против, он что, изменился? Он исправился? Он изменил свое отношение? Ему можно давать гражданство украинское? То есть, где вот эта грань? Хорошего и плохого, злодея и супергероя, добра и зла? А какие слабости есть у Бэтмена? В принципе, и у Бэтмена в последнем фильме. И есть ли эти слабости? Мне кажется, что Бэтмену не так как бы ну как и в принципе у многих людей он не так боится за себя, как боится за близких людей. Да? И в принципе за других людей. То есть он готов пожертвовать собой, но его слабость заключается вот в других людях. То есть у него же и философия такая, что он ну Бэтмен же не убивает преступников даже. Да? То есть он никому не вредит. И вот его слабость, мне кажется, она заключается вот в этом, что он не может жертвовать другими людьми. Ну как бы такое бы дело не было. Ну часто это, конечно, ему боком выходит, то, что получается все хуже. Но философия вот у него такая и как я уже сказал, слабость его это его невозможность как бы позволить себе, чтобы другие люди пострадали. Это, кстати, очень хорошо характеризует его, да? Как именно как положительного или позитивного героя. И если спроецировать вот эту мысль, помнишь, тут пипца можно вспомнить? Когда человек, ну кто такой вообще супергерой, да? человек, который борется со злом для того, чтобы обладая самой большой слабостью это страхом, что его познают. Соответственно, он подвергнет опасности своих близких, ну и себя в том числе в спокойном каком-то состоянии, находясь не на работе, да? И получается, чем обычнее человек, тем сложнее ему все это дается и тем круче на самом деле он как личность. Потому что если это доктор Манхэттен, который в общем-то боженька, да? мысль вот это проскакиваешь и доктору Манхэттену то на самом-то деле ему то плевать на людей на обычных. Там это в нескольких сценах вот. Я помню вот четко сцену когда флэшбэки эти из Вьетнама когда чувак с этим жетоном с Маликом женщину то эту билает что она его бьет бутылкой типа превратить в снежинки а пуль пить натом и вообще ну типа лет испарить. А он это не делал потому что ему на самом-то деле все равно вообще я согласен. С этой точки зрения доктор Манхэттен в классическом понимании супергероем то и не является. У него вообще нет какой-то цели кого-то спасать, защищать и что-то отстаивать. Он в большей степени озабочен озадачен пониманием происходящего ну познанием наверное даже то есть и нельзя сказать что он даже этим озадачен он в принципе все понимает то есть вот с этой точки зрения он как раз олицетворяет что-то божественное которому потенциально на все пох но я про способности говорю что с такими способностями казалось бы совершай добро и вообще проблем никаких ну то есть борись отстаивай защищай опасности для тебя никакой но он этого не делает а находятся персонажи которые гораздо слабее в большей опасности находятся сами подвергают опасности своих близких тем что делают и все равно встают на этот путь и идут по нему и это все базируется на внутреннем выборе внутренней борьбе с собой то есть человек понимает я вот уверен что это так что он говорит себе да я просто не могу иначе он не делает это для того чтобы ну то есть это даже не выбор и вот это тоже кстати очень важная тема а это даже некое проклятие такое то есть он просто не может по другому он вынужден есть такие герои которые к своим обязанностям относятся не как к веселому развлечению работе или отваге как там не знаю как убивашка там какая нибудь с ее папашей вот пипец как к этому отнесся он же через это прошел он понял что он не может по другому он же не искал этого правильно просто вот ну понял что по другому нельзя что надо действовать то есть там даже это проговаривается типа два дебила бьют этого чувака да а я что буду спокойно на это смотреть смотрят ну капитан америка нечестный пример потому что он же олицетворение делал хорошего генетически модифицированный супергерой но там же вот эта сыворотка она не просто она не только его физически улучшила а она же еще типа увеличивает гипертрофирует как бы все качества личностные а он же и так был патриот супер патриот то есть он стал прикинь если он был супер патриот то есть там вот сцена была когда он еще хиленький в этом ну в армии типа когда этот капитан его ну или кто понял да вошли его по званию типа когда отбирают говорит что надо брать вот это он там подкачан он там все сдал все тесты и такой на поле боя главная твака кидает гранату этот спрятался а капитан Америка прыгнул на гранату то есть он прям ну готов и поэтому он стал супер патриотом супер солдатом да то есть и капитаном Америкой потому что он ну за вот то есть соответственно он как бы и за людей он там не может никого там убивать не будем поэтому молот молот Тора почти что ему да не он взял в итоге в финале многие говорят что он и в класс сцене мог его взять но просто он типа чтобы Тора не расстраивать у его так чуть чуть сдвинул и такой нет все не могу но он же там в натуре и не пытался ну да чуть хоп сдвинул так ну все ладно не могу железный человек в этом контексте каким предстает нам то есть вот в контексте вот этого внутреннего выбора что я не могу иначе это искупление для него это для него искупление ну да это как бы такой путь искупления в котором он ну как бы дает свою жизнь за вот отцовские грехи и его грехи да да за грехи отцов то есть он всю жизнь продавал оружие а потом он просто вот понял когда это оружие против него применили да то что как бы он больше не может так то что это все неправильно и что его изобретения должны быть только на пользу использоваться то есть он как бы не изначально был на этом пути он же ну так же ну просто жил как миллионер как миллиардер точно и у тусовки там и все прочее во второй части он в целом ну как бы отчасти этим занимался да и тусовку там устраивал ну вот это все пришло к этому как это слово называется когда все приходит то вот ну апогей вспоминается ну да вот ты понял ну там другое слово но не важно и вот это вот все пришло к вот это завязка развязка к логическому нет кульминации кульминации этого была в мстителях начала войны бесконечности когда он вот это еще больше усилился эффект того что он виноват когда он вываливается с этого корабля да когда на землю прибывает это уже в финале было и такой типа мальчишка там мертв и он как бы ну понимает что он ну вот виноват в этом в том что вот все это произошло то что он это допустил вообще и в мстителях финал он как бы ценой своей жизни это ну искупляет вот то есть железного человека это как бы такой ну интереснее безусловно момент поэтому железный человек в принципе и персонаж интересный потому что у него вот эта вот линия прослеживается получается можно все равно это назвать эгоизмом то есть он думает о себе даже искупление вот этой вины это его чувство вины с которым он борется для себя чтобы ему стало легче мне кажется да ну то есть это безусловно хороший эгоизм да ну то есть хорошее проявление эгоизма ну конечно все таки там самопожертвование есть но все равно в целом это свойственная ему особенность эгоизм его характеру и то что он эгоист сам по себе и вот такое проявление да то есть он все таки ну не не совсем такой вот как Бэтмен или Капитан Америка это прям совсем чистый пример потому что вот он вообще как бы да безгрешен он да он безгрешен он там как бы не какие-то свои внутренние там эти комплексы там да и страхи переживают как у Бэтмена это все таки есть от счастья да то есть он пытается свою слабость поворот да в чем-то вот Капитан Америка это прям вот ну это Капитан Америка понимаешь тут должны заиграть музыку так ааа аллилуйя ну вот он да он ну раз уж мы начали так перебирать Халк а у меня кстати когда-то сейчас к Халку вернемся я когда-то составлял сводную такую систему по которой можно было бы квалифицировать классифицировать каждого супергероя и суперзлодея то есть кто он как почему с какой мотивацией интересно было бы сейчас на нее взглянуть но для этого надо ноут открывать не хочу пока у нас живой разговор на нем останемся давай давай вот еще проявление вернемся вот Бэтмен и загадочник да про то что методы вот это к Таносу можно отнести да потому что у него же тоже благие намерения это были но как бы какой ценой какие методы он выбрал то есть эти методы они ну кровопролитные и уничтожение половины вселенной как бы и это не подходит как бы героям но цели-то его были благородные абсолютно да я помню это создает гармоничность и качество самого фильма то есть когда у злодея есть вот неплохой он неплохой потому что он плохой он и неплохой как бы по сути своей да но вот методы которыми он пользуется делают из него злодея а это из-за небольшого ума недальновидности из-за чего те которые он пытается вот Танос да своими действиями пытается что-то при как это приостановить от чего-то избавиться какую-то проблему решить он пытается решить проблему того что нехватка ресурсов как бы во вселенной да и все цивилизации как и его родная цивилизация они умирают от того что ну как он там говорил вселенная конечная ресурсы конечные вот и вот он нашел решение этой проблемы вот так и ну тут скорее всего и его эгоизм сыграл да то что захотел обладать вот этой мощью скорее всего я тут уж не сужусь но поскольку мы тут анализируем то вот мне кажется что он захотел обладать этой мощью и решить вот эту проблему вот так то есть это из-за короткого ума то есть ведь наверное можно было поискать другие способы или он уже знал что других нет или он просто решил по такому пути пойти по простому не знаю почему он не искал других решений мне кажется из-за его как бы таких вот внутренних принципов то есть отсутствие человечности такой вот в чем скажем так то есть как вот ну есть же люди которые там ну то есть он такой убить в принципе можно ну как бы просто так да и ничего там и происходит внутри никаких реакций и вот у него то же самое то есть он как бы рационально мыслит да то есть это такой это пример гипертрофированного рационального мышечления согласен отсутствие эмоций он и дочь свою родную убил ну как бы можно сказать родную то есть она приемная но для него она как бы он ее любил но вот это вот его без человечность без отсутствие какого отсутствие сентиментальности да да и вот это из-за этого он выбрал вот такой Путин почему-то вспоминая про Халка безусловно понимаю что он жертва обстоятельств то есть это не его выбор безусловно и он такой герой жертва он только страдает от этого во всех смыслах да и от того что вот у него это раздвоение личности от того что от него проблемы когда он в таком виде и от того что он этот путь не хотел и не искал то есть он заложник ситуации жертва обстоятельств и в принципе более менее какую-то активную эксплуатацию его как положительного героя в борьбе со злом в общем-то умышленную в умышленной борьбе со злом мне кажется начали эксплуатировать во мстителях потому что в сольных фильмах он по сути боролся с такими сиюминутными обстоятельствами которые были против него он сам с собой по сути боролся он пытался вот как бы справиться со своей вот этой проблемой но получались череда случайностей да и получалось так что появлялся какой-то злодей и он как бы там просто опиздюливал всех кто против него ну да по сути так вот и было такая неудержимая агрессия но тоже да согласись вот создатели вот кто Халка придумал они такую интересную нащупали материю когда к ней хочется в общем-то вот ее ощутить вот эту ярость ну не то что хочется а она не очень трудно наверное даже легко ложиться на ощущение зрителя бывают такие фильмы такие моменты когда ты внутренне кричишь там внутренне типа давай блять круши разнеси их всех вот ну такое накипело что называется поэтому оно так с удовольствием с удовольствием так ложится а есть вот такие персонажи в супергеройской тематике до которые такие вот ровные и вот тор у меня такой ну тор вот он очень непонятный конечно да такой персонаж вот я вообще не понимаю почему тор во мстителях да оказался ну то есть для чего он там ну то есть какой его мотив мне абсолютно непонятно то есть ну почему там хал в принципе понятно почему там черная вдова в принципе понятно почему там этот соколиный глаз ну типа он агент щита да и его туда просто впихнули по работе как черную вдову в принципе у него работа такая железный человек ну тоже понятно да кто капитан америка очевидно да халк тоже а вот что тор какой вот у него мотив мне вот абсолютно непонятно ну ради чего он там видимо тоже по семейным обстоятельствам туда затесался потому что Локи начал шкодничать во вселенских масштабах ну да вот он из-за Локи туда попал но почему-то он там остался просто потому что он хотел прикольные чуваки с ними интересно наверняка по пивку он решил приударять мне понравилось как это усовище в стендапе в своем там эту ситуацию описал типа вот представьте вот вам говорят что вы сражаетесь с женщиной чувак с луком чувак со щитом и бог на каком моменте вы посретесь типа вот так ну типа зачем вам чувак с луком чувак со щитом и женщина в лосинах если у вас бог есть в команде так забавно ну в принципе это так и есть то есть ну Тор безусловно вот он знаешь как будто бы там просто чтобы это клоунадой какой-то не казалось потому что из всех серьезных то там по сути только Халп ну вот по-честному потому что Железный Человек ну его и из танков в принципе можно убить черную Дову там Соколиный Глаз Капитан Америка и молчут они там вообще бесполезные в целом а Тор вот он просто как будто бы как усиление но он такой персонаж что у него и фильмы неинтересные про него абсолютно так да вот он интересным стал только в финале когда вот он растолстел и этот большой Лебовский в Мстителях появился когда когда какой-то конфликт появился внутренний у него да да то есть вот эта вот сцена где он там плачет когда в прошлое они переместились когда он мать встретил когда он рыдает душу изливает вот эту вот слабость с ним вот это появилось понимаешь которое вот не наблюдалось в прошлых фильмах вот это опять-таки доказывает то что если у персонажа нету слабостей то он неинтересен становится о знаешь какую мне тему хотелось я просто про нее забыл пока мы разговаривали ты про нее проговорил я ее знал и использовал в сценарии это то когда есть главный герой и он вроде как главный история это вроде как про него но все наблюдают за второстепенным персонажем и главный вроде как познается через второстепенного это вот про Джокера я говорю да то есть Джокер же вроде как второстепенный там персонаж но но вся проекция это как будто бы через него я вот этот прием тоже в сценарии в своем использовал смотри сейчас попробую объяснить вот есть герой супергерой да но он весь фильм то есть ты же когда когда ты его понимаешь и он для тебя становится понятным когда ты про него что-то узнаешь и как-то вот в него погружаешься да в что-то личное а он при этом может быть фоном таким то есть вот он ты как бы со стороны наблюдаешь и не знаешь про его мотивацию вот он куда-то пошел что-то делает ты видишь действие но почему он это делает ты не знаешь и это вызывает интерес потому что ты не понимаешь он хороший или плохой а он за что понимаешь вот это и я вот это попытался использовать когда есть вот это было мне кажется вот в том Бэтмене вот в темном рыцаре где был вот тот Джокер когда мы по сути весь фильм находились с Джокером а не с Бэтменом и Джокер был более понятен чем Бэтмен потому что как-то вот как-то как-то к нему ближе находились и вот этот прием мне показался таким интересным что я его попытался использовать если ты понимаешь о чем я что ты про это думаешь чтобы не проникать в сразу же не сближаться с персонажем а как бы весь фильм наблюдать со стороны вот представь что допустим в Гарри Поттере не было бы вот этого всего сближения с Гарри Поттером а мы бы за ним наблюдали только от лица вот этого блондина который был плохим то есть кто что за тип этот Гарри Поттер да он что-то все там блять ну что-то там хитрит куда-то все шастает что-то провоцирует вот мне показался вот этот прием интересным понимаешь ты меня то есть наблюдать за главным героем через злодея да не обязательно через злодея может быть через какого-то другого персонажа через какого-то другого персонажа который активно за ним следует следит то есть сейчас быстро вспомнить таких этих таких примеров ну вот мне кажется такое может быть или даже было где ну вот Годзилла вот например Годзилла то есть Годзилла же главное но мы же с точки зрения Годзиллы ничего не знаем то есть нам потом постепенно начинают объяснять что у него такая мотивация или он к этому стремится там а мы же все время с другими персонажами мы их судьбой обеспокоены вот как-то вот такое вот я пытался нащупать и реализовать сценарий вот пытаюсь спровоцировать отклик в тебе чтоб ты понял о чем я говорю и дал этому какую-то оценку я тебя перебил но ты начал что-то об этом говорить а что ты сменил ракурс мне тебя не видно да верни может камеру то на себя ну хотя бы так да лучше 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 когда еще уж видно там наушник светится красиво сейчас сейчас о так да хорошо я я пытаюсь вспомнить как-то пример ну вот представь человек паук но мы не сразу же от человека паука узнаем всю эту историю а с точки зрения допустим его тети или того кто рядом с ним может быть такой интерес пример пример я тоже сейчас не могу вспомнить но мне почему-то аналогия с Бэтменом происходила что там как-то вот или даже наоборот вроде как Бэтмен главный герой но мы с большим любопытством наблюдаем да вот так я тогда это понял главный герой Бэтмен потому что кино про Бэтмена темный рыцарь но с интересом и с удовольствием мы наблюдаем за Джокером и его мотивации и поступки нам непонятны злодей он не злодей плохой неплохой что он делает к чему стремится какие у него движухи какие мотивации вот такую я тогда параллель увидел понимаешь и несмотря на то что Джокер не является главным героем внимание он заполучил гораздо больше от зрителя и при том что мы в его то голову не особо погружались то есть он какие-то действия осуществлял какие-то даже реплики выдавал о каких-то своих мотивациях вроде бы даже делился но тем не менее мы наблюдали то за ним со стороны согласись у нас на трансляции 5 лайков один из них мой прикольно а про зрителей не видно так в чат активность нет в чат никто не писал к сожалению сейчас смотрят два это мы лайки стоят но я не я не смотрю мне вот написано сейчас смотрят два ну ладно повтори вопрос это был не вопрос это была такая реплика которая объясняла мысль мою о том что мы вот про темного рыцаря с Джокером смотрим в общем-то то есть есть главный герой чью мотивацию мы ощущаем нам ее показывают мы вместе с ним развиваемся как бы да то есть мы находимся на позиции Бэтмена весь фильм а за Джокером мы наблюдаем с точки зрения Бэтмена или с точки зрения все равно отстраненной мы никогда не становимся на точку зрения Джокера мы за ним всего лишь наблюдаем но он настолько интересен и он столько занимает хронометража и массы в общем-то вот этого всего фильма что он не просто какой-то там второстепенный герой то есть в общем-то эту серию можно было бы даже назвать Джокер там темный рыцарь Джокер согласись вот темный рыцарь и Джокер можно было назвать потому что фильм-то реально вот он там настолько много Джокеров что даже может показаться что фильм-то и не про Бэтмена вовсе вот я про это и этот прием я тогда вот придумал и попытался его реализовать сценарий я попытался например писать сразу про ну с точки зрения героя но если я с точки зрения героя начинаю сразу рассказывать то я вынужден какие-то многие действия сразу объяснить многие карты как-то раскрыть понятно что это при том что у него не происходит это тоже важный момент ведь для героя важно арка так называемая да чтобы он по ходу повествования изменился ну вот как в Аватаре да например чтобы Джейк Салли перестроился изменился прошел какую-то там эволюцию а я не хотел чтобы мой герой главный проходил эту эволюцию ну то есть тот о ком эта история он какой был такой и остался я хотел чтобы зритель прошел эволюцию а зритель может пройти эволюцию когда он наблюдает за этим героем понимаешь и чтобы это наблюдение было через кого-то я придумал другого персонажа который вроде бы главный но по сути это он второстепенный как вот в Бэтмене мне кажется то есть Бэтмен же в Джокере ну тут сейчас наверное не совсем хороший пример возможно в Бэтмене в Джокере у Бэтмена есть какая-то эволюция даже не так а у Джокера же эволюции там не было он какой был такой и остался согласись он нам свою линию продемонстрировал мы мы ее познали можно да говори вот через Джокера накидываются мысли как бы да которые влияют на Бэтмена и на зрителя да то есть Бэтмен он как бы двигатель сюжета получается такой ну ты как бы на нем едешь по сюжету на Бэтмене да но познаешь Джокера да и познаешь то что Джокер тебе вещает даже про того же Бэтмена и вот это я и попытался в сценарии использовать был главный есть главный герой который не эволюционирует а он транслирует какие-то мысли а мы к этим мыслям только через другого персонажа как-то то есть у персонажа есть мотивация у него там цели есть которые изменяются и он эволюционирует и он что-то познает через взаимодействие с героем вот с тем и я вот сейчас то ну это такой некий промо да я прям кайфую от того что получилось но мне кажется это очень интересно а некоторые не очень продвинутые мне кажется продюсеры и кто они там называются не знаю агенты то есть я нескольким людям давал читать они этого не втыкают они не видят они начинают мне у тебя же там арки нет вот это вот персонаж не развивается кто он что он то есть но я на это не обращая внимания я говорю иди нахер значит ты ничего не понял потому что этот фильм надо обсуждать потом готовый и тогда он будет шедевр который будут обсуждать и спорить типа о я вот этот слой видел а я вот этот ну я уверен что это вот работа как раз масштаба прям там Нолана или кто там еще у нас из великих нынче есть ну вот на сегодняшний день два американских продюсеры взялись почитать то есть они запросили сценарий почитать и одна актриса через дробь продюсер обещала почитать сценарий который на букву р так речь про рефлекс конечно я его довольно если бы если бы книгой по которой потом написан сценарий книгу можно было бы обсуждать а сценарий обсуждать это рановато ну тем более публично кстати знакомая книгу написала Юля она работала костюмером на защитниках и я уже тогда догадался что Юля гораздо глубже чем может показаться на первый взгляд ну я я же все время за людьми наблюдаю то есть я все время пытаюсь понять их особенно тех людей которые кажутся серыми мышками но в плане поведения то есть тихонь не такие вот они что-то делают свою работу как бы и не особенно выскакивают куда-то да ну в плане не притягивают к себе внимание не ведут себя вызывающе вот Юля была такая интересная но тихонечко делала свою работу не кичилась ничем а я вот прям понимал что Юля гораздо интереснее чем может показаться так и есть оказалось Юля еще и рисовала а еще и книгу издала то есть она вот у нее буквально сейчас вот в эти дни через разные издания печатается публикуется выходит это фэнтези и это круто мне кажется ну книгу написать это большое дело это прям серьезно это сравнимо с фильмом то есть издать книгу это круто особенно когда не как у этого пиздюка грешно даже его упоминать в этой трансляции про Копенко или как он там на РЕН-ТВ который да 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 который хуйню то всякую вещает понятно что за него там пишут эти негры литературные и литературные негры ну есть такой термин по-моему да когда ну да культурно так это называется который ну за тебя эту работу делает а потом на обложке появляется твоя фамилия но мы люди называем это гоустрайд я согласен это профессиональный термин а есть еще же такой литературный литературный негр литературный термин литературный негр я правильно понял да мы ни разу не упомянули о том что необходимо подписаться на канал поставить колокольчики лайки давай говори ребята поверни поверни камеру на себя камеру на себя давай ну круто сказал круто сказал так как ты упомянул про дальнейшие видео я хочу проанонсировать что помимо тематических киношных трансляций в которых я рассказываю про кинопроизводство я хотел бы я хотел бы продолжить тенденцию вот таких вот трансляций вместе как тебе как тебе как тебе правильно представить гигантом мысли вместе с гигантом мысли Владимиром тепляковым по совместительству с сыном ведущего данного канала по совместительству с сыном ну в первую очередь для меня конечно с сыном с которым мне всегда интересно приятно поговорить и я хотел бы вот эту традицию продолжить и заложив ее вот этой трансляцией и мы бы обсуждали разные темы как раз на уровне разных поколений то есть разного образа мышления ну это круто мне кажется вот если это хорошо пойдет может даже отдельно мы канал для этого создадим а ты сам про себя расскажешь в двух словах интересно как ты меня представишь хорошо я бы представил так вот что бы я назвал если не выносить как главное то что ты мой сын потому что всего лишь бонус для зрителей что это отец и сын а ты мне кажется интересен тем что ты представитель современной молодежи как раз тех людей которые находятся на острие поколения люди которые сейчас не только потребляют контент и и формируют свое мнение какое-то да а ты уже находишься на том уровне когда вы уже задаете вектор развития человечества тем что вы делаете тем что вы выбираете к чему привлекаете внимание свое а значит окружающих соответственно вашими интересами сейчас движется развитие человечества а поскольку твои интересы мне кажутся интересными а я скажу что вов интересуется сейчас не знаю есть лесбук вов интересуется спортом из кухон кухонарей спортом в шахматы играет скажи мне еще то о чем я не знаю а тот самый сын сын маминой подруги да вот не ну крутой чувак то есть я рад что что он со мной дружит вот и как я уже в своих многих трансляциях и камень этих публикации говорил уже длительное время я от него тоже многому учусь вот поэтому для меня это всегда интересный собеседник с которым можно поговорить на разные темы и очень давно я отметил что это может быть интересным и для слушателей и зрителей вот технически мы пока вот такой вот формат я не очень оснащен тех можно которые были бы интересны я думаю что мы будем затрагивать кинематограф компьютерные игры взаимоотношения детей поколений мужчин и женщин политику не знаю так что-то у меня нестабильная работа трансляции интернеты наверное херовые вот на донейшн 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 алертс можно жать нас любой суммой а собак завел да между собой начали переговориться вот а ты отключил микрофон или я у меня внизу значок появился отключенный микрофон а то есть ну мы так уже вроде подзавязываем интересная была программа безусловно мы и сами народим идеи о чем поговорить но если будет зрительский интерес в комментариях с запросами на какие-то темы сынок может быть да может быть вот ты начнешь подкидывать идеи я может быть поэтому зрителей приглашаем к накидыванию идей ну интересуют конечно интересные темы искусство театр кино жизнь ну и всякие такие философские наука безусловно вот спасибо что посмотрели ты хочешь что добавить а то я уже бы все 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 шикарно сказал что добавить абсолютно нечего но все было сказано старшим безусловно по званию подписывайтесь на канал у меня у меня все я это а кстати да я так принято еще говорить а я это делать тоже прекрасно возможности в рекомендациях в своем канале есть другие каналы там есть ссылочка на медиапродакшн кинокомпанию и на канал Вовы он там не очень хочет выкладывать геймерские какие-то штуки а я все время прошу выкладывай контент выкладывай контент там 20 чем-то подписчиков если вы подпишетесь на его трансляции а он откроет снова они уже у тебя не удалены вот эти твои все прохождения игры там вот они спрятаны открой конечно все это же интересно да не надо кринжевать ты растешь какие-то твои ранние прохождения есть очень интересно смотреть не надо кринжевать я что же хуйню какую-то выкладывал на этапах пока продолжаю это делать будем растить ну я тут единственное за что мне не стыдно это за мои клипы из кс они у меня не закрыты они выложат хуйня но ты шарит за кс ребята но ты добавляй 40 плюс но ты добавляй новых видосов а ты зря смеешься у меня же я говорил на фейсбук есть ребята из киберспорта менеджеры киберспортивных компаний команд вернее в линк вообще там собственники то есть я понятно что контент на русском но кто-то там из посмотрит вот бумыча мы как-нибудь обсудим да не но мы же посвятим какую-то программу киберспорту и аналитики развития аналитики перспектив ну какие тенденции там в киберспорте кто куда перешел то чего ну мне кажется это интересно будет послушать потому что я например топлю за то что кс это шамоты 21 века я не слышал такой аналогии ни от кого и мне кажется это я ее придумал я ну дота я не знаю начал начал кстати играть в доту ребят ждите клипов 20 часов крип это акс на хадлайне ломает вещи ты сказал да никто да да 40 плюс никто ничего не понял что ты сказал в общем я сейчас тогда завершаю трансляцию и как она загрузится там лишнее в начале подрежу где мы там настраиваем оборудование а дальше будет очень интересно до новых встреч спасибо было очень круто поговорить ты молодец пока